мнения своих друзей и знакомых по поводу каких-то ситуаций, которые мне, про которые мне пишут, про которые вы пишете вы мне, в принципе, вот, поэтому это все очень интересно. Ладно, ну не снимай, но решила сейчас снять, ну, 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 пожалуйста. Да, у меня есть канал на ютубе. Кстати, очень многие не знают, что у меня есть канал. У меня есть канал, поэтому подписывайтесь. Здесь Анна Бобровска на английском. Так вот, короче, сегодня очень много событий как-то, на самом деле. Еще этот Зейн меня вообще с толку взбил. Что там по принципу? Что могу сказать? Вот, не знаю пока. Короче, я думаю, что Зейн все-таки скоро приедет ко мне. Вот честно, я чувствую это. Знаете, вот я шучу, 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 а потом так произойдет, там пройдет лет, ну, сейчас мне 16, давайте 18 дождусь. Приедет Зейн и скажет, я тебя ждал все это время, не хотела тебе говорить, но я слежу давно за тобой, и ты прекрасна. Разное в жизни бывает, ну. Ты занята. Ладно, я не понимаю, ты надо мной смеешься или что происходит? Ну, я реально занята сегодня. Вот, ребята, задавайте свои вопросы, интересно очень. Даже про отношения. Я уже, короче, я скоро стану экспертом в отношениях. Знаете, это так прикольно, потому что я на самом деле не знала, что много всего можно узнать об этом. Так что, если вам нужен психолог, девчонки, пишите. Я, короче, уже все шарю в этих делах. Без отношений. Я не мечтательница, Аня. Знаешь, вот так произойдет, Зейн приедет. Вот, а вы будете смеяться последними. О, Ангелина, привет! Ангелина, короче, ты слышала про Зейна? Каня скоро Зейн приезжает. Я так рада. На самом деле, мы уже с ним в отпуск вместе едем. Зейном. Ладно, все, закрыли тему, а то... Ого, я изменила парня, ну... Не знаю, как это прокомментировать, потому что я против такого, конечно. Я пела thank you next story, Анаграндов сториз. Эксперт, что делать, когда Аня не... Лана! Лана! Лана, ты... Как ты можешь такое писать в трансляции? Ну, ты что, вообще? Мне стыдно. Конечно, я не буду такое скидывать тебе. Лана. Я тоже за тебя рада, и Джи-Джи. Но за Джи-Джи я не очень рада. Ну, такого парня, как бы, потеряла. Она, вроде, сама его кинула. Поэтому... Дуа-Липа приехала из Эн-Приэль. Сто процентов, знаете, никто не ожидал, что я встречусь с Дуа-Липой, так еще в Киеве. Поэтому никогда не говорите никогда. 2019 год, год свиньи. Это животное очень приближенно ко мне. Есть некие параллели между нами. Вот, поэтому этот год будет очень счастливый, удачный, и Зэн приедет. Сердечко. У меня айфон. Песни выйдут очень скоро. Мы готовим очень много материала, поэтому все скоро увидите. Я с парнем два месяца встречаюсь. Вот. Я ноль месяц. Зэн скоро приедет, я уверена, только подожди. Ангелин, конечно, приедет. Да, спасибо вам за веру. 2019 год, Ани. Второй сынью. Спасибо большое, Лан. Ты лучшая подруга, честно. У меня нет собаки, к сожалению, но я очень сильно хочу помиранского шпица. И мама сказала, что мы купим скоро. Реально сказала. Почему обижает мой айфон? Что вам сделал мой айфон? Ладно, я, но айфон, ну как бы. Кто у тебя парень? Кто у меня нет парня? Друзья, у меня нет парня. Нет у меня парня. Я еще раз говорю, у меня нет парня. Не потому что я страшна, потому что я не хочу. Не потому что я странна, я просто не хочу. Друзья, давайте интересные вопросы. Мне 16 лет. Какая у тебя будет реакция на то, если на место курьера будет Зейн? Вы что? Не, ну если я, конечно... Да, у меня есть Зейн. Простите. Ну если я, конечно... Кстати, сколько лет Зейн? Надо разницу в возрасте. Если я выбегу, так как я выбегла в тот раз, маска с мокрыми волосами, то вряд ли как бы Зейн там влюбится в меня сразу. Поэтому предупредите меня, чтобы я накрасилась, подкрасилась и волосики причесала хотя бы. Ты когда приедешь, у тебя висеть? Конечно! Ну, знаешь, Лан, ты пишешь висеть. Я тоже так часто писала тебе, но... Наша висеть, это значит сходить в кинотеатр на мультик, а потом скушать хот-доги. Это полный движ. Кто такой Зейн? Зейн Малик, это участник... Мне надоело держать мой нос. Зейн Малик, это участник группы One Direction. Моя любимая группа детства и мой любимый участник. Вот так. Да, у меня есть Зейн Малик. Так, много вопросов про моего парня. Мы скрываем наши отношения, на самом деле. Так. Зейн Жават Малик, 25 лет. Так, это значит... Подождите, мне 16? Ого! 9 лет разница. Я думала, он помладше. Так, что делать? А что делать, друзья? Разница 9 лет. Вы считаете, это нормально или нет? Я просто не знаю, как дальше жить. Если тебе Зейн скажет, извините, пол, ты изменишь? Нет, ну что это за вопросы, друзья? Ну, все в пределах разумного. Нет, конечно. Он же... Я сейчас с макияжем. Вот. Но он такой, не сильный. Мне кажется, что у тебя мнение очень похоже с Нурой и Скам. Возможно. Я просто обожаю Нуру, обожаю Скам. Что, если влюбилась, но не знаешь, как этому чуваку сказать и как его внимание прилить? Тупит расцветка. Ребята, про все вопросы, про отношения, как понравится парню, я сегодня сниму отдельный ролик и расскажу вам все именно в нем. Поэтому, да, ждите. Волосы. Спасибо большое. Я люблю свои волосы. Вот. Что я хотела сказать. Просто я обожаю диффузоры делать кудрашки. Это perfect. Аня, ты найдешь получше, думаете? Ну, я тоже думаю, разница 9 лет, это как-то слишком. А что вы считаете? Ну, просто мне как бы 16, ему 25, это слишком как-то много, типа. Как-то в английский. На самом деле, сейчас нет времени заниматься, я хочу сейчас приехать, вот я поеду скоро отдыхать. И хочу приехать, у меня будет побольше времени, потому что у нас отпуск, и заняться английским. Потому что меня расстраивает то, что я, знаете, учила, 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 и теперь этот промежуток, я вообще как бы забыла о нем, и хочу наверстать то, что опустила. Это плохо, когда ты не практикуешь его постоянно. Тебе когда-нибудь нравился Никита и Тимоха? Никита и Тимоха это мои друзья, вот, ничего больше. Мои батьки признаются давить руки, все нормально. Ну, может и так. Просто, понимаете, еще менталитеты, он бы как бы с Англии, а я с Украины, знаете, может быть, вот этот, иногда такое бывает, то есть менталитеты именно не подходят. Тоже, это как бы важный факт. Боже, я так рассуждаю, вроде реально зайдут ко мне, приедут завтра свататься. А кто знает? У меня есть старшая сестра. А вы с Никитой не были вместе? Просто трансляция одна. Нет, мы с Никитой не были вместе. Мы были рядом. Не смешная шутка только что была, не ладно. Сейчас у меня время? Час 10. Я не люблю сохранять эфиры. Всем привет, кто посоединился. Мужчина отстает по развитию от девушек, так что нормально вам будет о чем поговорить. Это, кстати, тоже интересно. Есть такая теория, и я с ней как бы согласна. Но, подождите, я не думаю, что он отстает на 10 лет. Это вот слишком как-то. Ну, ты же ему нравилась, это видно. Ну, что я могу сказать? Ну, мы не были вместе, понимаете? Были причины. Вот, могу так сказать. Хочу вам рассказать историю. Вот, интересно. Ну, про отношения. Про мою любимую Карди Би. Карди Би, я точно не знаю причину их расставания с ее мужем или парнем, я точно не знаю, я забыла имя его, тоже рэпер. В общем, они расстались, и он вышел к ней на сцену потом через некоторое время и попросил вернуться к нему. И мне сестра рассказывала, что есть такая статья, что, как бы, да, девочки могут подумать, что это так мило, он ее добивается, и что он хочет ее вернуть. Но, на самом деле, это показывает его, как бы, желание доминировать, и что он, как бы, показал, что, да, если он хочет выйти на сцену к ней, он может это сделать. То есть, это, как бы, его право, и он хочет показать, что он всемогущий и может делать все, что хочет. То есть, это, как бы, вот с какой стороны посмотреть, и я считаю, что это правильно. То есть, он вышел к ней на сцену, хотя это, как бы, ее время выступать, сиять, показывать себя, и он почему-то начал делать это именно во время ее выступления. Вот. Я согласна с этим. Почему именно померанский шпиц? Потому что, на самом деле, мне понравился померанский шпиц, когда я еще очень сильно увлекалась группой Little Mix, и там была моя любимая участница Парри Эдвардс, и у нее был шпиц. Я точно не знаю, мне кажется, у нее немецкий все-таки. Вот. И, короче, мне очень понравилась ее собачка, и я еще тогда захотела такую себе собаку, и мы поговорили с мамой, и мама сказала, что когда вырастешь, мы тебя купим. Вот мне уже 16 лет, собаки нет. Мама. Ну, ладно, скоро будет. Я думаю, что да. Моя сестра зовут Настя. Если бы он хотел извиниться, то он бы мне сделал это не на публику. Ну да, на самом деле, он мог бы лично ей это сказать, и объяснить, и поговорить. Но просто на публику это типа, о, смотрите, какое круто, я могу извиниться при всех на ее сцене. Вот. Это такое, как бы, я тоже ему сказала, знаешь, что, дорогой, goodbye, thank you, next. Вот так. Сколько было парней? Ну. Я эксперт, я эксперт, я эксперт без парней, вот так, маэстро в Америке. Покажи фото Зайда. Ну что, это реально Зайд такой Зайд? Боже мой, это же просто бубочка. Вот он. Зайн Малик. Ну, мне нравится, когда он был блондином, вот мне нравится, когда у него причесочка вот такая. Вот такая. Зайка. Ну, единственное, знаешь, что плохо? Что он курит. Я не знаю, или сейчас, но когда я еще очень любила One Direction, он курил. Это плохо. Вот так. Да, Иван Гай вернулся с новым треком, надо будет послушать обязательно. Я вообще люблю Иван Гая. Да. Ты делала визу в Америку? Конечно, без визы в Америку не полетишь. Ну, ты можешь полететь, но тебя просто не выпустят. Как так получилось, что твоя сестра живет в Америке, переехала. Начала там мучиться работать, вот и все. Вещь сейчас не сбывается, это правда, сто процентов. Друзья, вопросы, вопросы, вопросы. Вопросики, интересненькие, давайте. О, Ангелина сидит в моей трансляции, боже. Я хотя бы, надо было причесаться, вы что? Такие звезды, а то я сижу как-то все, они красивые. Не, ну, ладно, я всегда красива. Ладно, шучу. Телефон? У меня садится телефон, если он разрядится, сори. 9 лет это нормально, сравни Пугачева и Галку, у них разница 27 лет, и они живут как-то. Ну, да, я считаю, что просто люди должны счастливы быть, и вот и все. И как бы, вот такое дело, как бы, да. Ну, просто понимаете, вот эта разница в возрасте, я хочу вам сказать, что я уже это анализировала в своей жизни. И я могу сказать, то есть, когда девушка уже больше 18, и там 20 лет, и вот эта разница не так сильно ощущается с парнем. Но когда девушке там еще 14-15 лет, например, допустим, 22, то это как бы сразу же видно, потому что у девушки это еще какой-то возраст такой подростковый, детский, а парню, которым 22-23, это уже устоявшийся мужчина, я могу сказать, у которого есть определенный опыт. И вот эта разница во времени, возрасте, точнее, она может чувствоваться больше. А когда девушке уже 20, она тоже уже, в принципе, взрослая, знает, чего хочет, и почему бы нет. Вот так. Как вы считаете? Насчет разницы? Вот так. Тебе нравится ходить Джи-Джи? Мне нравится Зэй. Ну, именно как модели рассматривать Джи-Джи, то мне нравится больше Беллы намного. Вот Джи-Джи, она красивая, но именно вот типаж и внешность мне нравится больше ее сестры Беллы ходит. У тебя хорошее качество, спасибо. Где будет Ангелина девичник? Ну, пока Ангелина, наверное, не говорила. Боже, это очень крутая песня. Карди Билл, она шикарная. Понимаете? Так, давайте про дому, что Ангелина поговорим немного позже. Мой любимый цвет голубой и черный. Каникулы и прочих шуток. Она очень крутая, Карди Билли, честно. Ланка! Лан, ну не пишу, что интересно. Смотрела Ривердель? Конечно! Вы что? Кстати, когда новая серия? Уже не могу дождаться. Каникулы и Лен, нет. Я отвечаю. Я стараюсь найти интересный вопрос. Интересный вопрос, и найдитесь. Что с волосами? Кудрявые. Какой сериал посвятошь? Эвердейл. Be careful me. 14 января. Фу, вообще так долго ждать? Be careful me. Когда видео про телефоны, я вчера его доделала, закончила, сейчас отправила на монтаж его, поэтому надеюсь, что скоро. Да. Кто любимчик из Ривердейла? Джакхит и Бетти. Ну, их пара. Почему я не пришла в 11 класс? Потому что решила пойти в колледж и сразу учиться на специальности. Окей, ребята, я, наверное, буду заканчивать трансляцию, потому что ко мне скоро приедет Богдан, мы будем фотографироваться. Я очень надеюсь, что вам понравилась трансляция. Я вас очень сильно люблю, и спасибо вам за вопросы. Сегодня было весело, по-моему, да, мне понравилось. Поэтому хорошего дня, и до встречи!